Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова, я эксперт по управлению реальности. И сегодня я расскажу вам о том, как же именно наши мысли влияют на нашу реальность. Да, мы с вами сегодня проведем очень классное время, поэтому, пожалуйста, отложите все в сторону, потому что сегодняшнее знание, ту информацию, которую вы получите, даст вам очень крутое понимание того, что все, что происходит в вашей жизни, это ваши собственные результаты и, в общем-то, ваша собственная заслуга. Все, что происходит сейчас, весь этот, возможно, бардак, возможно, какие-то вещи, которые вы думаете, кто со мной это делает, кто вообще мне дает все эти испытания. Так вот, сегодня вы поймете, что на самом деле вы являетесь причиной всего, что с вами происходит, и у вас появится уже определенное точечное понимание того, каким образом вы можете этим управлять. Так что согласитесь, это стоит того, чтобы отложить все дела и уделить эти несколько минут, небольшое количество времени относительно того, чем вы занимаетесь каждый день, на то, чтобы прокачать свой мозг. Итак, мы будем с вами в этой рубрике разбирать законы Вселенной, потому что существуют действительно такие общие глобальные законы, которые действуют и работают, и обойти их, ну, никак нельзя. И вы будете в этом убеждаться, а, возможно, уже убедились, если вы, возможно, проходили мой марафон «Рерайтер жизни», или просто изучали другую информацию из различных каналов и уже замечали, что таки да, я действительно могу управлять своей реальностью, но просто пока не до конца понимаю, как именно структурно это делать. Так вот, мы с вами, повторюсь, научимся в результате нашей совместной работы делать это мега круто. Научимся понимать, как наши определенные мысли, наши определенные состояния влияют на нашу жизнь. Итак, как вообще живет обычный человек? Давайте с вами это рассмотрим. У нас с вами есть такое представление, что в нашей жизни происходят какие-то события сами по себе. Ну, вот мы проснулись, почему-то заболели, или на нас почему-то накричали, или нам просто в чем-то повезло или не повезло. Мы часто смотрим на других людей и какие-то их успехи объясняем тем, что у них, например, богатые родители, или у Катьки любовь, это он ей все покупает. Или Машка, например, просто, ну, такая по жизни фартовая баба. У нас всегда есть объяснение, почему у кого-то что-то получается, а что-то нет. Самое главное, мы, как правило, очень любим тех, у кого что-то происходит круто, ну, немножечко обгадить, а себя, безусловно, оправдать. Мол, ну, пусть я такой вот, но зато честная, я же зато человек, у меня вот очень правильное видение и взгляды на жизнь. Да, не везет, но обычным людям-то никогда не везет. Ну, кстати, про убеждения мы с вами обязательно поговорим в следующих видео, потому что это тоже один из ключевых законов, в общем-то, нашей вселенной. Но сегодня вернемся к нашей теме и все-таки поговорим о том, каким же образом наши мысли влияют на нашу реальность. И для того, чтобы мы с вами с этой темой разбирались более основательно, я решила в своих видео давать вам такие базовые, глобальные вещи, опираться на которые я буду и в следующих видео. То есть буду вам, например, говорить, посмотрите, пожалуйста, это видео, где я детально объясняю, как это работает. Так вот сегодня как раз одно из таких видео, на которых я точно буду опираться. Потому что для того, чтобы объяснить вам, каким же образом наши мысли влияют на нашу реальность, я должна вам вообще рассказать о том, что человек на самом-то деле живет не в одном мире, как ему кажется, а в двух. А я буду использовать доску. Сразу же говорю, что художница из меня не очень. И это не просто мое убеждение, просто голова у меня работает лучше, ребята, чем руки. Но тем не менее объяснить я вам точно смогу. Я здесь изобразила человечка. Это у меня такой человечек из магнитиков с ручками, с ножками. Ну, без ручек, ну, неважно. Это наш человек, то есть мы. И мы с вами привыкли, что вот есть я, а есть мир, который меня окружает. Ну, давайте его изобразим вот здесь, вот так. Это мир, который меня окружает. Здесь у меня происходит все. Деньги, работа. Давайте чуть-чуть так. Деньги, работа, любовь. Все, что только может, вот это все со мной происходит. Мы часто задаем вопрос, а почему со мной происходит именно это? Почему, например, мои отношения любовные, они именно такие? Почему мои друзья именно такие? Почему я зарабатываю именно столько? Почему, 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 почему? Почему задают люди вопрос осознанное? Большинство людей вообще не задаются этим вопросом. Они просто считают, что жизнь это так, когда ты родился вот в этой точке, потом пошел в школу, тут где-то был детский сад, потом дальше пошел в институт, если сильно повезло, родители засунули, потом пошел на работу, где-то здесь очень часто женился, вышла замуж, родила детей, ну, либо в процессе работы, потом тебе где-то сороковка, это уже типа все, пенсия. Для многих людей, слушай, 40 это все. Жизнь финалочка, уже близимся. Ну и дальше, если жизнь пошутила, и вы живете до соточки, 60 лет у вас ожидание того, что вы скоро умрете. Ну, приблизительно так. Здесь у нас есть оправдание, что, значит, со школы в институт, ну, мы пока учимся в школе, что от нас взять, мы дети. С института на работу, ну, я пока учусь работать, кто меня возьмет, у меня нет опыта работы. Потом я работаю, 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 понимаю, что жизнь говно, я особо ни в чем не преуспеваю, а тут война, ковид, еще прочих кучей прелестей, ну, в результате дотянул до 40 до пенсии. А что после 40? Приходит молодежь, она покоряет мир, а что уж там мне? Ну, и все. Так мыслит обычный человек. Именно поэтому многие люди в 40 лет выглядят уже очень уставшими, уже с опустившимися всеми частями тела, осунувшимися и с таким вожделением того, что все, мол, жизнь прошла стороной, теперь бы детям помочь, да, ну и так далее. Вообще, мы не будем сейчас в этом всем карабкаться, но в целом это выглядит так. И вот этот мир окружающий, который человека окружает, человек воспринимает, мне очень нравится эта метафора, как будто, вы знаете, вот он выходит и с ним что-то начинает происходить. Почему-то. Почему-то его уволили или почему-то ему предложили такую работу. И человек стоит с такой ракеткой, бадминтоном или теннисной, и он так, знаете, тш-тш-тш, типа, совсем пытается справиться, вот от всего отбиться. То есть он не думает, почему со мной это происходит, может ли со мной это происходить по-другому, может быть, не нужно поменять какие-то свои действия. Нет. Обычно человек такой уставший от жизни, ему нужно постоянно всех кормить, поить, тут же еще как. Ты вот был-был в школе, да, был-был в институте, но тут как с родителями повезло, потому что некоторых родителей еще институт тянут. А потом такие, знаете, как с водной горки, ты такой едешь-едешь-едешь-едешь, и ты думаешь там в институте, ну сейчас я закончу институт, сейчас будет престижная работа, сейчас начнется моя жизнь, высокая зарплата, дорогие машины, женщины к моим ногам, или мужчины выстроятся, и тут ты такой в какой-то момент и в бассейне, мокрый весь. И тебе родители говорят, сынок, дочка, ну ты же взрослый человек, тебе уже надо себя обеспечивать, тебе уже надо заниматься своей собственной семьей, иди нахер. Вообще это идеальные родители, которые так делают. Но даже если родители делают немножко не так, вот эта встреча со взрослой жизнью, вот ты жил, ты думал, ну сейчас институт, сейчас школа, вот в ожидании чего-то прекрасного, как в детстве. Когда вырастешь, тогда купишь машину своей мечты, когда вырастешь, у тебя будет дом, как ты захочешь, и ты вырастаешь, и ожидаешь, что сейчас за углом тебе выйдут и скажут, здравствуйте, вы выросли, поздравляю вас. Вот дом вашей мечты, вот ваша машина, вот ваш принц, как вы заказывали, пожалуйста, вот ваши идеальные дети, которые никогда не плачут, вот тело вашей мечты, что вы еще хотели? Сумочку Эрмес? Пожалуйста. Безлимитная карточка в Луи Ви Той? Welcome. Ну, сука, никто так не говорит. Никто так не говорит. Все говорят, что там умеешь, что делаешь, ничего не умеешь, иди нахер, зарплата тебе 150 долларов, иди. И вот здесь у человека начинается взрыв, он вообще ничего не понимает. Вообще картина мира просто нахрен разрушается. Ты думаешь, что такое? Что все так плохо? Почему жизнь такая сложная? Почему жизнь сплошная боль? Детям потом своим говоришь, ой, жизнь, да так тяжело. Я знаю, что тяжело работаю. Ну, это история про убеждения, поговорим о ней позже. Возвращаясь к тому, что такое наш внешний мир. Вот он, суровый, жесткий мир, от которого хочется спрятаться. Порой с помощью антидепрессантов, таких, как в нашей стране, является алкоголь, курение и прочая история. Закрыться в домике, не смотреть ни на какие ценники, не смотреть ни на каких нормальных людей, окружить себя такими же, как ты, жаловаться на друг другу и, в принципе, кайфовать. Но мы ведь с вами не такие. Потому что, если бы вы были таким человеком, то вы бы точно не досмотрели это видео до этого места и точно бы сейчас не перешли и не подписались на мой канал. А я вам очень рекомендую это сделать и даже прошу вас это сделать, чтобы вы не пропускали мои новые видео, потому что, поверьте, ваша жизнь с этого момента точно начнет меняться. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, а я буду продолжать. Итак, если у нас с вами, как я сказала, есть два мира и один из них внешний, то, ну, как бы, просто зная такое понятие, как антонимы, можно предположить, что если есть что-то вне, то есть что-то и внутри. И значит, у нас с вами есть некий внутренний мир. А что такое наш внутренний мир? Мы ведь любим с вами употреблять это выражение. Так вот, внутренний мир действительно есть. И внутренний мир это как раз наши мысли, наша жизнь в голове. Вот это наш внутренний мир. А это наш внешний мир. Тут можно дорисовать еще домик, друзей. Я великая художница. Фу, и будет один друг. А внутренний мир. И это наши, безусловно, мысли. Когда мы с вами о чем-то думаем, у нас появляется вот эта мысль, да, в голове. Что идет за мыслью? Например, я думаю, вот здорово было бы поехать сейчас на какой-то классный курорт, где я такая красивая иду, плавно бедрами шевелю с идеальной фигурой. Солнце светит, пигментации нет на коже, целлюлит не трясется на жопе. Короче, правильно. Эмоция, чувство, мысль всегда сопряжена с эмоцией. Эмоция это то, что заставляет даже химический состав нашей крови менять, наши гормоны менять, эмоции и то, что рулит. Мы с вами знаем такие эмоции, как страх, когда нам страшно, у нас все сжимается, радость, когда у нас все разжимается. Поэтому здесь у нас, безусловно, есть эмоции. Я, кстати, скоро сниму вам обязательно видео, где подробно расскажу о высоких и низких вибрациях, чтобы вы понимали, как эти эмоции влияют на нас и, собственно, на нашу жизнь. Мысли и эмоции это наш внутренний мир. Мы о чем-то думаем и у нас с вами появляются эмоции. Как еще это можно назвать? Мысль плюс эмоция. Мы с вами можем визуализировать, видеть картинки. Когда мы представляем, вот вроде бы в жизни у меня нет этой машины, а я представляю, как я на ней езжу. Или, например, в жизни я еще не могу купить себе этот дом, но я могу закрыть глаза и увидеть, как я в этом доме хожу, брожу, как я там живу. Мы можем примерить себе, в принципе, образ жизни любого человека и представить себя кем угодно и с кем угодно. Ну, например, в жизни секс с Брэдом Питом, хотя он уже староват, конечно, скорее всего вам не грозит. Ну, просто только потому, что он старый. А вот, закрыв глаза, вы, в принципе, можете сделать все, что угодно. Поэтому здесь у нас есть, конечно, визуализация как инструмент нашего внутреннего мира. Да? Это наш внутренний мир. И что интересно получается? Ну, есть этот мир, окей, и что дальше? А дальше следующее. Парадоксально, фантастически, удивительно, я почти как продавец пахлавы в Одессе. на пляже. Парадоксальным является то, что мы одновременно живем в двух мирах. Ту-ду-ду-ду. Именно одновременно во внешнем и во внутреннем. Мы все считаем, что мы живем только во внешнем мире. Это наш единственный мир. Но на самом деле это не так. И чтобы это осознать, я вам предлагаю очень простую штуку. Понаблюдать. Смотрите, очень часто бывает, когда вы в реальности сидите чем-то заняты. Например, чистите картошку. Не знаю, сидите на паре в университете. Сидите на работе, делайте что-то. А в это время в вашей голове происходит целая история. Он сказал мне, сказал, что же мне делать, как мне правильно в этой ситуации поступить. Я помню это красивое платье. Я так хочу в этом платье. Да, здравствуйте, конечно, все хорошо. Проходите, пожалуйста. Так, блин, как же я сегодня пойду или не пойду на это свидание? А что же мне сказать маме? Так, да, здравствуйте, пожалуйста, проходите, присаживайтесь. Что будете заказывать? Мы постоянно в своей голове думаем о чем-то. Наша вообще расконцентрированность по жизни фантастическая. Часто, когда я еду, например, за рулем, я понимаю, что я не знаю, как я доехала и не помню дороги. Потому что в это время я могла говорить по телефону, смотреть какое-то обучающее видео или даже проходить тренинг. Я могла краситься, болтать со своей подругой, которая сидит рядом. Я расфокусирована от слова совсем, но при этом есть автоматические действия, я еду по дороге, я добираюсь до нужной мне точки. Я вроде бы как во внешнем мире нахожусь, но внутренний мой мир продолжает что-то делать, где-то меня носить и так далее. Именно поэтому вы должны осознать, что мы живем в двух наших мирах. И что это означает? Причем здесь это? Каким же образом наши мысли влияют на нашу реальность? То есть, каким образом наш внутренний мир, здесь мысли, влияют на внешний? Как это происходит? Вот здесь как раз и срабатывает история о том, что каждая наша мысль имеет энергетическую вибрацию. Я уже сказала, что я чуть позже запишу об этом подробное видео, вы обязательно его найдите и посмотрите, но сейчас я расскажу вам очень коротко. У нас есть с вами мысль, к примеру, это наша мысль. И наша мысль имеет с вами энергетическую вибрацию. Например, она имеет энергетическую вибрацию кайфа, счастья и удовольствия, когда мы испытываем радостные какие-то эмоции, когда нам хорошо. И она имеет такую негативную энергию, когда нам страшно, грустно, больно, мы не знаем, что нам делать, мы рассержены, растеряны, в депрессии, нас апатия, нету сил. То есть, вот такой знак в минус. Давайте, вот здесь будет плюс, а здесь у нас будет минус. Самый главный закон притяжения, о котором, ну, как бы можно говорить или не говорить, говорит только о следующем, что все позитивное будет притягивать к нам позитивное, все негативное будет притягивать к нам негативное по нашей энергии. И очень часто, когда мы с вами думаем, например, о том, что я боюсь потерять работу, я боюсь, что я заболею, я боюсь, что мой муж от меня уйдет, я боюсь, что я боюсь, мне страшно. У нас такая есть классная привычка, мы все время думаем о том, чего мы боимся, чего мы не хотим, чтобы с нами случилось. И регулярно прокручивая эту мысль, мы в результате переносим ее в свой внешний мир. Потому что наша мысль выталкивает во внешний мир нас, исходя из наших пожеланий и энергетических вибраций. Почему пожелание, мысль и энергетическая вибрация? Объясню. Вы можете думать о чем-то конкретном, например, и скорее всего это произойдет, то, чего вы боитесь, но вместе с ним вы становитесь привлекательным, мир состоит из энергии, мы тоже об этом поговорим. И вы становитесь привлекательным для всего негативного. То есть у вас здесь могут, например, вы боялись потерять работу, вы ее потеряли, но вы еще притянули с собой болезнь, потому что она тоже со знаком минус, вы притянули с собой еще, не знаю, потеряли своего кота, он убежал со знаком минус, вы еще порвали колготки со знаком минус, вы еще кучу всего к себе притянули. И таким образом формируется ваш внешний мир. Если сегодня в вашем внешнем мире есть много проблем, есть много каких-то критических ситуаций, то вы должны понимать, что это результат вашего, ну, так называемого, критического мышления. Негативного, я бы сказала. Критическое, а несколько другое имеет окрас. То есть это вы создали. Это не случилось с вами просто так. Помните, я приводила вам метафору, что похоже, что мы в жизни все отбиваем ракеткой. Что интересно, когда мы не понимаем вот этого принципа, мы как делаем? Например, с нами происходит что-то негативное, а мы еще негативом и отбили. Например, произошла ссора, а мы вместо того, чтобы подумать, как из этой ссоры выйти корректно, мы еще грубо ответили и тем самым усугубили проблему, сделали эту энергию негативную еще мощнее. То есть мы, не думая и не понимая, как это работает, мы сами себе создаем кучу проблем. Ну, я тебе покажу, ну, я тебе еще расскажу, ну, я тебе сделаю. Ах, ты так со мной? Я тебе устрою войну. И таким образом разгораются огромные какие-то проблемы, на которые натягиваются остальные проблемы. И вот вы уже стоите такой маленький посередине, а вокруг вас вот это все натянулось, и вы думаете, блядь, что происходит? Откуда это все со мной? Как это произошло? Я не понимаю. Вы помните, как бывает, говорят, буря в стакане воды, когда вот все вдруг на ровном месте нашли себе столько приключений. Это результат вашего мышления. Как с этим всем будет? Прежде всего, эти законы нужно изучать и понимать. Я очень надеюсь, что сегодняшний закон вам более-менее станет понятием, который как минимум заключается в том, что я являюсь причиной того, что со мной происходит. У меня есть два мира, внутренний и внешний, и мой внутренний мир влияет на внешний. И, соответственно, становится понятно, что если наши мысли имеют знак плюс и минус, наши мысли, наш знак плюс и минус, то, наверное, мы можем и лучше научиться наши мысли делать со знаком плюс, перестать начать контролировать, что я думаю, и перестать уходить в минус. Например, убеждение «мне страшно, что меня бросят» можно поменять на то, что «меня любят». Меня любят самые лучшие мужчины. Я притягиваю в свою жизнь самые лучшие отношения. Любые страхи нужно прорабатывать. Но об этом мы поговорим с вами в следующем видео, потому что иначе эти видео будут бесконечные. А мне сильно хочется, чтобы вы их смотрели. Ваша задача сейчас осознать этот простой принцип и, как домашнее задание, научиться отслеживать, какие мысли находятся в вашей голове. И если вы заметите, что вот эти негативные мысли, бурчание, недовольство, постоянная критика, страх, обсуждение проблем, если вы не смотрели мою технику «мясорубка», обязательно ее посмотрите, потому что там я рассказываю о том, каким образом наши мысли базируются и тоже переходят в эту плоскость реальности. Посмотрите это видео, оно вам дополнит эту информацию. Так вот, ваша задача – научиться останавливать себя в момент вот такого мышления. Ну, а что с этим делать дальше, я буду подробно рассказывать в следующих видео. Если вам интересна эта рубрика, интересно то, что я рассказала, обязательно оставляйте свои комментарии, как минимум, со словами «благодарность». Почему? Потому что благодарность – это мощнейшая энергия. Энергия, которая будет в вашу жизнь давать много позитива. Мне бы хотелось, чтобы когда вы писали «благодарность», вы писали, что именно вас цепануло, вот за что вы благодарны, за какое-то осознание, возможно, за какой-то инсайт. Это будет классно, потому что в вашу голову это тоже будет откладываться. Вы сами будете запоминать, что ценного вы взяли из этого видео. Также, пожалуйста, пишите какие-то свои ситуации, возможно, то, где у вас вот есть проблема, вы не понимаете, почему так происходит в вашей жизни, что вы делаете не так, какие-то затыки, проблемы. Пишите, пожалуйста. Это будет для меня информация к тому, чтобы записывать видео на эти темы и рассказывать вам, собственно, то, что поможет вам это исправить. И не забывайте, пожалуйста, что прокачка мозга – это классно, но если вы хотите результата, то нужно работать системно. И для системной работы, перестройки своего мышления и как результат своей реальности у меня есть мой марафон, который называется «Рерайтер жизни», в котором мы изучаем именно все наши законы, в котором мы прорабатываем, мы пишем книгу о жизни своей мечты, учимся медитировать и за месяц максимально процентов на 70 просто перестраиваем системно свое мышление. И жизнь начинает меняться. Ссылочка на этот марафон есть у меня под видео. Вы можете зайти, ознакомиться. И, как я всегда люблю повторять, рано или поздно вы все равно на него попадете. Так что, стоит ли откладывать? Марафон стартует 1 числа, поэтому, пожалуйста, я буду рада, если вы присоединитесь. Ну, а сейчас я буду с вами прощаться. Спасибо большое, что досмотрели до конца. Поставьте ваши лайки, помогите моим видео продвигаться, будьте благодарны, и пусть на вашем пути встречаются такие же классные люди, которыми являетесь и вы.